В этом году Подмосковье исполнилось 90 лет. В 1929-м ее образовали на месте московской губернии. Официальный день области 6 октября. Этот праздник отметили в Доме правительства региона. В нем приняли участие звезды российской эстрады. Жителей, которые помогают делать область лучше, наградил губернатор Андрей Воробьев. Полный дом гостей. На опраздновании 90-летия Московской области максимальная концентрация людей, развивающих регион. Политики, медийные лица, государственные служащие и те, кто отличились профессиональными заслугами. Глава региона поблагодарил гостей за самоотверженную службу на благо Подмосковья. Каждый город, каждый регион имеет свои символы и ассоциации. Подмосковье – это Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Это первая победа в ходе Великой Отечественной войны. Это священное место проявления героизма всего нашего народа. И, конечно, это передовые достижения в космосе, науке, экономике и промышленности. У нас тесные дружеские связи с Москвой. Мы развиваемся вместе, дополняя друг друга. В стороне в день рождения региона не остались близкие друзья Подмосковья. Поздравить 90-летие Московскую область и ее жителей приехали мэр Москвы, полномочный представитель президента России в ЦФО, народные артисты России и руководители муниципалитетов. Я сегодня хотел бы поздравить всех наших жителей с таким знаменательным событием. Дата 90 лет Подмосковья – это красивая дата. У нас есть чем гордиться, нам есть чему радоваться. У нас огромные планы на перспективу. У нас масса задач, и я думаю, что все эти задачи будут выполняться. На этот юбилей можно и с пустыми руками. В этот раз подарки дарили гостям. Выдающиеся жители, меняющие жизнь региона к лучшему, получили награды разного достоинства. В преддверии праздника выдающиеся жители Подмосковья получили высшие награды региона. Звание «Почетный гражданин Московской области». Их присвоили заслуженному тренеру СССР и России Владимиру Максимову и десятикратной чемпионке мира Ирине Родниной. Выстрый юбилей региона отметили торжеством музыки и цвета. Гости Нового Иерусалима увидели яркий концерт на фоне картин в исполнении оперных и рок-музыкантов. В честь праздника 12 государственных музеев Московской области открыли свои двери для всех желающих. Анна Троян, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.